Доброго дня всем. Меня зовут Ирина Минаева. Я художница из Украины, но сейчас временно проживаю в Бельгии. Я ехала сюда два часа, шла к этому 20 лет. Я хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность. Побывать в Лондоне это была моя мечта, и вот она свершилась. Сколько я себя помню, я всегда любила рисовать. Причем я рисовала везде, даже в туалете. Мама меня за это ругала, потому что, когда приходила вместо бумаг, это были мои шедевры. Но из-за того, что я родилась в семье военнослужащих, все свое детство я прожила в городках, в военных городках закрытого типа. И там не было художественной школы. И пошла я учиться уже в школу очень поздно, когда уже заканчивала школу. Причем ко мне подошел учитель и спросил, это ты тут хорошо рисуешь? Мне подружка сказала, что вот ты тут умеешь рисовать. А я всегда рисовала на полях тетради. Знаете, вот открываешь тетрадку, там математика, а я на полях постоянно что-то рисовала. И так получилось, что мне учитель предложил прийти в художественную школу. И я даже не поверила, что вот свершится моя мечта, потому что я уже была взрослой, и, казалось бы, надо уже определяться с профессией. А моя мама мечтала, чтобы я стала учителем, потому что учитель меня назвали в честь учителя. И учитель — это очень благородная профессия. А художник в нашей семье считала, что художник — это всегда такой бедный, нищий. И более судебно. У меня встретился человек, благодаря которому я изменила свою жизнь. Я хочу сказать большое спасибо Мартырнюк Валерию Васильевичу. Вы изменили мою жизнь. И благодаря моему первому учителю я стала просто художником. Я еще стала зажигать сердца детей. Я очень тяну рисование. Я всю жизнь работала с детьми. Я очень люблю детей. И дети мне дарят ту любовь. И любовь, и творчество, мне кажется, что может быть лучше в этом мире. И все свои чувства, все свои переживания я выплескиваю на холст. Мой холст — это как разговор с миром. И каждая моя картина — это как... Я даю пищу для размышлений. Это моя история, мой маленький рассказ. Но у каждого будет свое прочтение. Данная работа, представленная на Golden Talents, эта работа называется «Зов природы». Здесь главная героиня — маленькая мышка. Я именно чувствую себя такой маленькой мышкой в этом большом диком мире. И мне так сложно выживать. Но я все равно стремлюсь к этой маленькой божьей коровке. Потому что божья коровка — это символ доброты, благодати, любви. Именно к этому тянется моя душа. И несмотря на ту опасность, которая оказалась бы за моей спиной, а может быть, это и не опасность, а может быть, это стимул для тот дальнего роста. Вы каждый прочтете картину по-своему, потому что у каждого свой опыт жизненный. И я вам желаю приятного прочтения. Я вам желаю, чтобы у каждого из вас был ангел-хранитель, чтобы у каждого из вас была любовь, была возможность дарить эту любовь, получать эту любовь. Я вам желаю радости, добра и мира. Благодарю вас.